Экономика. Бизнес. Финансы. Программа Экономика. Сократился оборот оптовой торговли, у организаций выросли убытки. Кроме того, сохранилась тенденция снижения активности на потребительском рынке товаров и услуг. Тем не менее, индикатор делового климата в сфере услуг – индекс предпринимательской уверенности. Во втором квартале остался на уровне предыдущего года, но снизился уровень оптимизма в сфере торговли на 8,5%. Программа Экономика. Тримупа закончили год с убытками. Прибыль получили 12 городских предприятий из 15. Общая сумма дохода составила чуть больше 150 миллионов рублей. Рост за год – 8,5 миллионов. Три предприятия потерпели убытки в целом на 7 миллионов рублей. Это Мупа-Водоканал, гостиница «Губернская» и Латунские бани. Убытки водоканала связаны с несвоевременным поступлением из бюджета региона субсидий на возмещение недополученных доходов от коммунальных услуг, оказываемых населению. Показатели гостиницы «Губернская» упали из-за растущей конкуренции. Латунские бани оказались в минусе из-за того, что вынуждены были финансировать ремонт бань в переулке Крайнем после прошлогоднего паводка. Далее информация от наших партнеров. Заказать полиграфические услуги теперь можно онлайн. На сайте Кировской цифровой типографии доступен выбор типа продукции, бумаги, цветности, тиража и других параметров. Там же можно просчитать стоимость заказа. По словам руководителя проекта Александра Масунова, клиенты уже успели оценить преимущества такой системы. Вы знаете, больше всего им нравятся цены. Например, листовка А5 при тираже 10 тысяч стоит чуть больше 80 копеек. Но это еще не все. Общая экономия при онлайн-заказе в кировской цифровой типографии составляет практически 50%. При этом сотрудник экономит 3-4 часа в день на звонках и поездках в типографию. Доставка заказа прямо в офис избавляет от транспортных проблем. И еще у нас выделен НДС. Оценить удобство онлайн-заказа печати можно на сайте dtdefiskirov.ru В завершении о валютах. Доллар сегодня 59,82, курс евро 69,70. Ольга Болезина, новости экономики в Кирове. Программа «Эхономика» на 101FM